В эфире новости губернии и вот о чем расскажем. Год назад в детском саду Песцова обвалился потолок, а происшествие стало широко известно только после приезда нашей съемочной группы. Сад отремонтирован, как оценил губернатор, журналисты и дети. Я офигел просто. В Шульском районе по просьбам жителей отремонтируют дорогу Шуя, новые горки и подъезд к деревне Бельдюхина. Ездим полем. Сами скорость видели, какая здесь. Это ужасно. Расскажем, где еще стоит ждать дорожную технику. Парковка под окнами. Жители Ташкентской улицы против соседства с автомобилями. Организовать стоянку хотят в рамках благоустройства проезжей части. Ивановцы, которые уже полгода живут без газа и горячей воды, судятся с управляющей компанией. Домоуправление требует от жильцов вернуть деревянные двери и окна или поставить приточные клапаны. Ну и также не пропустите, работники автосалона подоспели на помощь пострадавшим в аварии. Тарковский и Госуниверситет в каком контексте рассматривают теперь творчество режиссера. Водитель скорой признан виновником смертельного ДТП и должен выплатить 5 миллионов рублей компенсации. Теперь об этих и других темах подробнее. В студии Натальи Сергеева. Здравствуйте. Больше 6 тысяч жителей московского микрорайона в Иванове в четверг остались без затопления горячей воды. В 4 часа дня там произошел прорыв на трубопроводе. Это видео ивановцы прислали в нашу редакцию. Внезапно из люков хлынул кипяток. Вода стала быстро затапливать двор. Как нам сообщили в ПАУТ и Плюс, причиной стал дефект в тепловой камере. Без горячей воды и отопления остались больше 6 тысяч жильцов. Это 24 многоквартирных дома. Наладить водоснабжение и устранить дефект обещают уже до 10 вечера. Естественно, постараемся как можно быстрее это сделать. Порядка 18 домов попадают в отключение. Это порядка 6 тысяч жителей. Компания приносит извинения с доставлением удобства. А сейчас время горячей статистики. Только за минувшие сутки подразделения МЧС выезжали на тушение пожаров более 30 раз. В 20 случаях горела трава. Дважды автомобили. Сначала в 4 утра в Ивановском районе в селе Новаталице. Одновременно загорелись машины Kia Sportage и Toyota Corolla. Но и, как видно на фото, от них ничего не осталось. Еще один автомобиль буквально за 10 минут был уничтожен огнем в Фурманове. По словам местных жителей, машина вспыхнула ночью. А в нескольких метрах от нее располагаются жилые дома и хозяйственные постройки. К счастью, на улице не было ветра, а пожарные быстро прибыли на место. В Шуе тем временем сгорел садовый домик. В Вичуге 4 бесхозные постройки. Пожары не обошли страну и Кинишму. Утром спасателям поступило сообщение. Горит пилорама на площади 150 квадратных метров. В результате от нее остались только стены и несколько обугленных балок. В Лухском районе едва не сгорела целая деревня из-за пала травы. Все произошло в среду, около полудня, недалеко от деревни Заболотье. Огонь с поля стал быстро приближаться к жилым домам. К счастью, трагедию удалось предотвратить. На помощь к пожарным пришли местные жители. В ход шли ведра с водой, поливочные шланги, лопаты. Ну а в четверг трава загорелась возле северного аэродрома, а еще в районе ТЭЦ-3. Хотя в МЧС уже без иронии пишут, сейчас трава горит везде. Пожарные с одного выезда следуют на другой, не возвращаясь в часть. Обстановку серьезно осложняют сильные порывы ветра. Напомню, первый пал травы в Ивановской области был зарегистрирован 3 апреля. За 10 дней таких вызовов было более сотни. Общая выжженная площадь – более 3 гектаров. Основной причиной таких пожаров является человеческий фактор. На сегодняшний день к административной ответственности за разведение костров и сжигание сухой растительности привлечили 44 физических лица. Уважаемые граждане, не поджигайте сухую траву. Если вы увидели, как это делают другие, постарайтесь их остановить. Не бросайте в траву непотушенные спички и сигареты. Если вы обнаружили пожар, позвоните в пожарную охрану по телефону 101 или 112. Сообщите о найденном очаге возгорания и о том, как к нему проехать. Год назад в детском саду села Песцово обвалился потолок. К счастью, никто не пострадал. Детей перевели в другое учреждение. Наши журналисты были первыми, кто рассказал о происшествии. После публикации «Барса» прокуратура провела проверку и был начат ремонт. Как сейчас выглядит здание, проверил губернатор Станислав Воскресенский, а также моя коллега Дарья Костина. Март 2022 года. Жители Песцово обратились на Барс. В ясельной группе детского сада «Белочка» обвалился потолок. Повезло, что никто не пострадал. Работу учреждения приостановили, малышей перевели в другой сад. Там рухнули балки, они перегнили. А перегнили из-за того, что текла крыша. И это все со временем набухало-набухало, и под тем весом, который надавили на балки, они просто не выдержали. Вот и все. Садик эвакуировали. И после этого мы ждем, когда у нас произойдет ремонт. Ремонт произошел. На нем жители просили главу региона. С этого сада, в общем-то, и началась губернаторская программа капитальных ремонтов дошкольных учреждений. Отдельным решением «Белочке» был выделен 21 миллион рублей. Как мы уже сейчас сказали, что мы надеялись на крышу, а сделали все. Спасибо. Но там одно другое цепануло, и там невозможно было. Самая сложная ситуация была. Самый сложный сад был. Ну да, учитывая. Самый запущенный оказался, да. Пойдем посмотрим внутри. Помимо крыши отремонтировали фасад, группы, раздевалки, заменили систему отопления, вода и электроснабжения, окна, полы, двери, установили пожарную сигнализацию. Вот что по этому поводу думает Дима, если коротко. Я офигел просто. А это если поподробнее. Здесь новая стена, здесь новые ящики. Мне тут все понравилось. Я даже когда пришел, в шоке был. Ну, сердце мое успокоили. Главным людям Песцову понравилось. Вам, нашим маленьким жителям. Так что, в добрый путь. Кстати, вот та самая спальня, где были проблемы с потолком. Ой, сейчас у нас здесь очень все балки поменены. Потолок у нас очень красивый. Все электричество сменили. Лампы, видите, красивые. Вот поменено отопление. Здесь не было так тепло. Когда дети заселились, они выбирали кроватки сами. Сказали, это наш любимый детский садик. Мы будем на своих любимых кроватках спать. Вот. Мы сейчас в безопасном месте. И нам очень нравится. Этот сад и послужил толчком к новой программе. На сегодня по ней отремонтировано 65 дошкольных учреждений. Приоритет отдается зданиям в удручающем состоянии, где необходимы замена кровли, окон электрики. На этот год финансирование увеличено. В программу включены 83 сада. Дарья Костина, Григорий Мартьянов, телекомпания «Барс». В четверг днем на улице Фрунзе в Иванове столкнулись два автомобиля. Иномарка перевернулась. Кошмар. Авария произошла около половины третьего дня в Иванове у автосалона на улице Фрунзе. Столкнулись автомобиль «Митсубиси» и грузовая «Газель». От удара кроссовер перевернулся и лег на крышу. По словам очевидцев, погибших нет. Сотрудники автосалона помогли пострадавшему водителю грузовика выбраться из машины. По предварительным данным, у него травма головы. Информация об обстоятельствах ДТП и состоянии пострадавших пока уточняется. Жители шести деревень вдоль трассы Шуя-Новые Горки наконец-то дождались обещанного ремонта дороги. Работы уже начались. В нашей программе выходил не один репортаж о проблемах селян. Радуются и в деревне Бельюхина Шуйского района. К ним тоже проложат асфальтовый путь. По различным программам, муниципалитеты получат более 2,5 миллиардов рублей в этом году на дорожные ремонты. Детали у Татьяны Прокопенко. Владимир Куликов водит школьный автобус 5-й год из деревень в Китовскую школу. Этот участок быстрее пройти пешком, яма на яме. Примерно полкилометра от трассы к деревне Бельюхина. Тут еще городской автобус ездит. Вот они убивают. Это мы поедем раз утром, раз вечером. А у них рейсы. Местные жители боятся верить, что дождались ремонта. Дорога проложена в начале 80-х годов прошлого века в грунте. Капитального ремонта здесь не было. Грейдировали и подсыпали щебнем. Сколько ее не подсыпали, вот видите гравий. При расчистке он уходит все равно весь по сторонам. И необходимо здесь, конечно, асфальт. В том году пошла дочка в школу. Ездить на автобусе в Шую тоже невозможно. Бабушки старые, они боятся, что не довезут их. Они даже скорую не вызывают. Говорят, а что мы и не доедем здесь. Дорога действительно плохая. Ездить невозможно. Говорят, ездим полем. Сами скорость видели, какая здесь. Это ужасно. Это муниципальная дорога. Одна из четырех, которые район включил в план капитальных ремонтов нынешнего года. Глава района говорит, при выборе объектов внимание обращают на социальную значимость. По меркам района деревня крупная. Проживает 180 жителей. Есть пассажирские перевозки и школьный маршрут. Кроме этого, в данном населенном пункте есть два предприятия. Спрос на продукцию данных предприятий есть не только у нас в районе, но и во всей области. У нас, кроме данного объекта, запланированы еще две дороги села Васильевская и по поселку Колобово. Тоже дорога, тоже будет в асфальтобетонном исполнении. На шульские районные трассы из дорожного фонда выделено 21,5 миллионов рублей. Четыре объекта, два километра. А эта дорога региональная и потребует гораздо больше вложений. 17 километров шуя новой горки. Сейчас, после ямочного ремонта, по ней можно проехать, не рискуя машиной. Вот съемки двухлетней давности. Жители деревень, расположенных вдоль трассы, не один год обращались к региональным властям с просьбой привести в порядок их единственный путь – к школам, больницам на работу. Мы ездим в школу каждый день. У меня машина полетела. Вот глушитель варили, стойки вот сейчас надо менять. Вон машина стоит. Шаровые летят, тормозные колодки. Потому что мы ездим каждый день. Ремонт магистрали уже начали. Он обойдется в 300 миллионов рублей. Завершить работы должны до осени. В рамках ремонта предусмотрено устройство нового слоя асфальтобетонного покрытия, обеспечение работ по безопасности дорожных движений, такие как установка новых дорожных знаков, новых автобусных павильонов, Г-образных опор, нанесение горизонтальной разметки. Всего в этом сезоне хотят восстановить около 130 километров региональных дорог и 95 километров муниципальных. Все магистрали между райцентрами за последние годы привели в порядок. И теперь ремонты будут вести на путях к крупным населенным пунктам. Татьяна Прокопенко, Денис Железов, телекомпания «Барс». В Иванове в ДТП попал пассажирский автобус. Авария произошла на прикрестке Лежневской и Типографской улиц. В маршрутный пазик врезалась грузовая «Газель». О пострадавших не сообщается. Столкнувшиеся машины перегородили перекресток. В результате на Типографской и Лежневской улицах в вечерний час пик образовались внушительные автомобильные пробки. А это ДТП случилось у автовокзала. Водитель «Фольксвагена» попытался съехать с автомобильного кольца из непредназначенной для этого полосы. В результате столкнулся с троллейбусом. Пострадала одна из пассажирок. После аварии она обратилась в травмпункт с ушибом головы. А эта авария произошла три года назад в Богданихе. Но судебные тяжбы по ней завершились только что. Напомним, из-за неосторожного маневра водителя скорой помощи на дороге столкнулись три автомобиля. Погибли два человека. Спецтранспорт принадлежал третьей горбольнице. Одна из потерпевших взыскала с медучреждения 5 миллионов рублей. Виновником аварии был признан водитель скорой помощи. И уже больница подала в отношении него иск о возмещении затрат. И вот буквально на днях суд принял решение его удовлетворить. Напомним, водителя приговорили к пяти годам лишения свободы. Теперь ему предстоит выплатить больнице, в которой он работал, многомиллионную компенсацию. Короткая реклама впереди в эфире и после продолжим. Парковка под окнами. Жители Ташкентской улицы против соседства с автомобилями. Организовать стоянку хотят в рамках благоустройства проезжей части. Ивановцы, которые уже полгода живут без газа и горячей воды, судятся с управляющей компанией. Домоуправление требует от жильцов вернуть деревянные двери и окна или поставить приточные клапаны. Быстрый интернет до 500 мегабит в секунду. Кабельное телевидение, телефония, видеонаблюдение. Умный домофон для дома и бизнеса. Индеркам Телл. Звони и подключайся. Это новости губернии. И мы продолжаем. Парковка под окнами. Жители Ташкентской улицы против соседства с автомобилями. Организовать стоянку у пятиэтажки хотят в рамках благоустройства проезжей части. Где еще появятся парковки, расскажет Марина Зинина. Ташкентская, 40. Накануне на зеленом пятачке рядом с пятиэтажкой начали кронировать деревья. Один из мастеров поделился с горожанами. Жить в зеленой зоне осталось недолго. Вместо газона здесь будет парковка. Новость ошарашила. Шум, гамм и выхлопные газы. Здесь будет еще больше дышать, совсем будет нечем. И деревья собираются вырубать, да. У нас и так воздуха совсем здесь нет. Жильцов возмутило, что с ними такие перемены не только не согласовали, даже не предупредили. По их мнению, в городе есть места и более подходящие для парковок, чем территория под их балконами. Я так думаю, что большей части здесь будет не жителей дома, а машины сторонние будут стоять. У нас уже были прецеденты, что здесь стояли большие фуры, потому что рядом проходит федеральная трасса. Они, например, там с ночи начинают прогрев. Вот это и шум негативно будет влиять, и выхлопные газы, все прочее. Люди еще согласны на небольшой парковочный карман. Но стоянка протяженностью в несколько десятков метров – это слишком. В администрации города им сообщили, что земля это муниципальная. И интересоваться их мнением не обязательно. Проект утвержден, но ничего страшного в этом нет. Я думаю, это даже лучше, потому что всяко кто-то приезжает к ним в гости. На сегодняшний день автомобилей стало намного больше. Во дворах запарковаться невозможно. Зеленые насаждения будут кронированы, но не стесены. Все останется на своих местах. Как было, так и есть. Работы уже начали. По проекту здесь предусмотрена не только парковка. Дорога вошла в план благоустройства этого года. Дорога здесь не в очень хорошем состоянии. В этом году планируется ремонт. Восстановят участок улицы Ташкентской от Вележской до Маяковского. Заменят асфальтовое покрытие, дорожные знаки, лежачие полицейские. Планируется также благоустройство прилегающей территории. Жители пятиэтажки планируют собрать подписи и направить обращение к губернатору. Между тем парковки в городе оборудуют и на других улицах. На Московской уже завезли крошку для подсыпки и бордюрный камень. Раньше здесь были ухабы, непонятные кустарники, ну какой-то пустырь. Сейчас территория облагораживается. Если честно, очень неожиданно и очень приятно. Та самая ситуация, когда стоит похвалить администрацию города за такие инициативы приятные и неожиданные. Здесь также планируется заменить асфальтовое покрытие на проезжей части. Благоустроят тротуары, газоны, установят новые знаки. Марина Зейна, Григорий Мартянов, телекомпания «Барс». В Иванове перекрыли движение по улице Жиделева. Там пройдут работы по ремонту теплотрассы. Речь идет об участке дороги у дома корабля между улицами Шестернина и Дзержинского. В четверг там установили ограждение. Энергетики собираются заменить участок магистрального трубопровода. По плану работы продлятся до 10 мая. Это вызвало опасения у некоторых жильцов 47-го дома на проспекте Ленина. Дело в том, что в здании 12 подъездов, а выезд из двора только один. Он расположен как раз в том месте, где находится перекрытый участок. Люди опасаются, что подъезд к дому станет невозможным. С этой проблемой они обратились в нашу редакцию. Однако, как нам пояснили энергетики, выезд из двора сохранится. Просто, чтобы попасть на проспект Ленина, придется сделать небольшой крюк. Сначала по улице Жиделева до улицы Громобоя и потом по ней на площадь Ленина. Почти полгода без газа и горячей воды вынуждены обходиться ивановцам, проживающим в доме на улице Дзержинского. Управляющая компания подала в суд на жильцов с требованием установить либо приточные клапаны, либо деревянные окна и двери. В истории разбиралась моя коллега Яна Ведерникова. С 21 ноября прошлого года жильцы 10 квартир 20-го дома на улице Дзержинской живут без газа и готовят на электрических плитках. Поэтому адресу наша съемочная группа бывала не один раз. Газ отключили из-за обратной тяги в дымоходах. Управляющая компания «Апрель» вышла в суд и требует от жильцов установить приточные клапаны. Специалисты утверждают, что тяги нет из-за пластиковых окон, железных дверей, отсутствия проветривания. Владельцы квартир считают, на них перекладывают ответственность. Рассказывают, в начале марта обследовали дымоход с винтканалами порядок. Однако ВУК по телефону сообщили, что сотрудник предоставил документ, где говорится, что собственники якобы не пустили его в квартиры. В суд они обратились на нас. Мое мнение такое, что мы просто решили на них воздействовать с помощью жилищной инспекции, потому что ни один из соседей, ни из один, кто житель данного дома, ну, дальше не пошел. Я пыталась на суде услышать ответ от управляющей компании, почему именно на нас, но, к сожалению, ни я, ни судья ответ мы не услышали. Жильцам УКа уточняла, обратная тяга в дымоходе появилась из-за низких температур на улице зимой. Пришло тепло, надеялись, что газ вот-вот подключат. Но не тут-то было. В среду к жильцам наведала судебная экспертиза. Приехали представители газовой службы, управляющие компании и жилстрой ремонта. Проверили вентиляцию и дымоход. Сделали замеры. Сегодняшняя экспертиза показала обратное. Там кирпичи, там окурки, там бутылки. Все это зафиксировано. Татьяна уверена, что сейчас жильцы страдают из-за управляющей компании. Ждут экспертного заключения и следующего судебного заседания. Женщина рассказывает, в 21-м году под отключение, под такой же причиной попал стояк в другом подъезде. В 45-й квартире появилась обратная тяга. Были жалобы в госжилинспекцию, которую подала наука в суд. Домоуправление проиграло, и их обязали привезти дымоходы в порядок. У жильцов один вопрос, что мешает возобновить газоснабжение. Его мы и задали руководителю управляющей компании «Апрель». Мы вам завтра его направим в ответ на ваше обращение. А по телефону? По поводу проведенной экспертизы, которая сегодня была назначена по решению суда, конечно, мы вам завтра все отправим. Ну, просто телефонный звонок – это тоже запрос. Вот если бы вы сейчас рассказали. Ну, мне сейчас не очень удобно. В четверг ответа от управляющей компании «Апрель» мы так и не дождались. Более того, руководитель УК ушла в подполье и стала игнорировать наши звонки. Жильцы опасаются, что сейчас все квартиры, где нет газа, пользуются электроплитками. И боятся, что ветхая проводка просто может не выдержать такой нагрузки. Яна Ведерникова, Григорий Мартьянов, телекомпания «Барс». В Иванове прокуратура обязала управляющую компанию провести в порядок дымоход в доме, в котором мама с 5-летним ребенком отравились газом. Правоохранители взяли этот вопрос на контроль. В середине марта в нашу редакцию обратилась Марина Василенко. Женщина с 5-летней дочкой проживает в 35-м доме на улице Зверева. Марина рассказала, несколько дней у нее и ребенка болела голова. Женщина посчитала, что причина мигрени – перемена погоды. Головная боль не прошла и через два дня. Соседка посоветовала ей вызвать газовую службу, так как в квартире странно пахнет. По словам Марина, сотрудники зафиксировали утечку газа и неисправность дымохода. После этого хозяйка квартиры вызвала скорую и рассказала об отравлении газом. Ей поставили капельницу, осмотрели девочку. Марина утверждает, проблемы с дымоходом начались после ремонта кровли. Не раз жильцы жаловались в различные инстанции. Управляющая компания бездействует. После утечки газа представители УК «Жилищно-сервисная служба» ждали целый день. Но они так и не явились. После нашей публикации Следственный комитет провел проверку и возбудил уголовное дело. Проверку провела и прокуратура, и по ее итогам руководителю управляющей компании оправили представление и обязали привести систему вентиляции и дымохода в исправное состояние. В 2014 году студенты ИВГУ и Юрьевецкий музей имени Тарковского подготовили первый совместный проект. С тех пор университетская команда активно работает над изучением творчества режиссера. А в четверг на базе вуза появился свой арт-центр. Открытие центра стало последним событием цикла «Дней Тарковского». Две недели в области проходили тематические мероприятия, связанные с жизнью и творчеством режиссера. Год назад в ИВГУ запустили научно-образовательный и проектный центр «Тарковский контексты». Теперь на базе вуза появилось и соответствующее пространство. Мы, во-первых, застолбили за этим центром конкретное пространство, в котором будет проходить разного рода мероприятие. В первую очередь коллеги мои сделали акцент на киноискусстве, на киноиндустрии. Они будут рассматривать не только кино Тарковского, но и вообще любое авторское кино и все, что вокруг этого смежное. Ну и в целом я убежден, что чем больше мы создаем для наших студентов различных пространств, интересного содержания и интересных форм, тем больше будет привлекательнее и самообучение. Уникальные архивные документы, фрагменты личных дневников Тарковского, фотографии и, конечно, кино. Здесь ребята будут работать над своими проектами, проводить конференции и продвигать авторское кино в массы. Мне кажется, что чем больше будет здесь точек интеллектуального притяжения, тем больше умных, способных, талантливых людей будет оставаться в Иваново. И мне кажется, вот этот центр, который есть, он существовал как научный и проектный уже не первый год в университете. Но вот арт-пространство было создано в этом году, потому что это действительно достойное с точки зрения эстетической и с точки зрения содержательной. Впереди новости синоптиков. Расскажем о погоде. В пятницу в регионе нас ждет ясная солнечная погода. Температура воздуха днем 4,6 градусов выше нуля. Ветер северо-восточный 6,8 метров в секунду. Атмосферное давление близко к норме и составит 758 миллиметров ртутного столба. В наступающие выходные дни синоптики прогнозируют похолодание. В ночное время столбики термометров опустятся до нуля и ниже. И к этому часу все. Текстовые фото и видеосообщения к нам в редакцию. Отправляйте по номеру телефона, который видите на своих экранах. Информационные итоги дня подведем в 20 часов 30 минут. Еще увидимся. Продолжение следует...